В предстоящий понедельник начнется реконструкция участка магистральной теплотрассы на улице Тернавская вдоль 5 и 6 микрорайонов. И уже сегодня начались работы по установке забора для того, чтобы работы проводились безопасно для пешеходов. Но почему-то никто не подумал о предпринимателях, которые в ближайшие три недели, а может и дольше, будут терпеть убытки от того, что к магазинам и салонам красоты просто не подойти. Три недели работы, но мне кажется, с одной работой здесь только три недели, плюс еще опять положить дорожку, затянется минимум на два месяца, это тяжело. И вот поставили заборы, 10 точек торговых в этом доме полностью будут изолированы от своих покупателей. Даже сейчас мы не знаем, что нам делать, как с арендой быть, как продавать, как вообще сейчас будет ситуация происходить. Нас никто не предупреждал о будущих проводимых работах, тем более о таком способе ограждения, который полностью изолирует доступ к любой точке. Никто не предупреждал, не стал в известность, то есть мы не были подготовлены и не знаем теперь, что в этой ситуации делать. Как сообщает пресс-служба ПАУТО-Плюс, реализации и сроки проекта согласованы с администрацией Балаковского муниципального района. А между тем предпринимателей почему-то никто не предупредил. Какая-то странная забота о малом бизнесе получается. Предприниматели, которые оказались за забором, заверяют, они работать будут. Вот только их клиентам, чтобы попасть в нужное место, придется преодолевать завалы. Хорошие пешеходные дорожки в Балакове – это редкость. На улице Тернавская они пока есть, но в ближайшее время их демонтируют. И излюбленное место отдыха горожан и территория рядом с фонтаном тоже превратится в раскопки. Возле фонтана в зону раскопок попадают лавочки, фонари и 600 квадратных метров тротуарной плитки, которые вымощены здесь пешеходные дорожки. То есть фактически пройти по улице Тернавской вдоль пятого и шестого микрорайонов в ближайшие пару месяцев будет сложно. Сами тепловики говорят, что неудобства нужно потерпеть ради горячих батарей зимой. И обещают, что доступ к объектам социального значения и к торговым точкам в процессе реконструкции будет обеспечен. Продолжение следует...